Аллилуйя 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 И вы знаете, у нас сегодня в гостях приехал наш брат, который желает делиться словом Питера Цукахима со своей командой. И у него есть очень благословенное слово, которое Бог даровал ему, которым он желает поделиться с нами. Он написал прекрасную книгу «Божий цунами», которая касается каждого сердца, каждого человека. Это то, что Бог делает и совершает свои чудные дела на этой земле. И вот он сегодня желает поделиться с нами своим словом, откровением, которое Бог посылает. Поэтому я бы хотел, чтобы церковь поприветствовала Божьего помазанника и воздала Богу славу за это сердце, которое служит своими благословениями для народа Божьего. Спасибо, спасибо. Спасибо. Слава Богу! Давайте поможем все вместе. Господь, мы хотим благодарить Тебя за прекрасный дух поклонения, который есть в этом доме. Господь, мы пришли сюда для того, чтобы возложить нашу жертву хвалы на Твой алтарь. И эта жертва также — это жертва наших жизней. Это жертва нашей хвалы и хваления Тебя. Это жертва нашего служения. Господь, мы просим Тебя, чтобы наши дары, наша жертва была благоугодна Тебе. Мы молим, Господь, чтобы огонь с небес сошел и вознес эту жертву к Тебе. И чтобы Ты обратил сердца всех находящихся в этом доме, в этом зале к Тебе полным. Господь, мы просим, чтобы Ты послал огонь, огонь Духа Своего Святого, который обращал бы наши семьи к Тебе. Господь, мы просим, чтобы Ты послал огонь, который обратил бы сердца наших близких к Тебе. Мы просим, чтобы Ты послал огонь Духа Своего Святого, который обратил бы этот город к Тебе. Господь, прими наши пожертвования сегодня. Мы пришли для того, чтобы служить Тебе. И мы благодарим за то, что Ты посещаешь нас. Господь, говори к нашим сердцам Слово Свое. Господь, пробуди, обнови Твой Дух во мне, Твой дар во мне говорить Слово Твое. Господь, открой наши сердца для Твоего Слово. Мы молим об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я невероятно счастлив и рад быть с вами здесь утром. Как вы знаете, я вместе с пастором Владимиром, мы приехали сюда из Израиля. Мы оба являемся иммигрантами из разных стран, которые стали гражданами Израиля. Владимир является иммигрантом из Украины. А Jewish believer in Jesus. Я японец американского происхождения или американец японского происхождения. Моя жена еврейка, мессианская еврейка. 23 года тому назад мы переехали в Израиль и стали жить там и являемся гражданами этой страны. И мы являемся частью собрания, которое Господь назидает на горе Кармель. Гора Кармель находится на северо-западном побережье Израиля. И на этой горе находится город, в котором мы живем, город Хайфа. Это третий по величине город в Израиле. И третий по величине у нас около 300 тысяч человек проживает в городе. И Господь делает там прекрасные вещи. И потому что Господь призывает, возвращает свой народ с завета назад в землю Израиля. И сейчас мы видим, как евреи и арабы приходят к Господу, слыша проповедь Евангелия. И мы верим, что это лишь начало намного большего движения Духа Святого. И последний раз, когда что-то подобное этому было в Израиле, это было 2000 лет тому назад. И о том пробуждении, которое было тогда, мы с вами можем читать в книге Деяний. И мы считаем, для каждого из нас это привилегия быть частью поколения, которое впервые может жить в Израиле. И частью того пробуждения, которое только лишь зарождает. Мы знаем также, что Господь делает что-то очень особенное и в вашей стране. И мы знаем, что сейчас, в то время, когда мы приехали сюда, это непростое время в Кыргызстане. Это время перемен. И во многом можно было бы сказать, что это также время кризиса. Кризис нередко приходит беды и трудности, приносит с собой. Но кризис, он также является прекрасной возможностью. И сейчас, я верю, это время для народа веры здесь, в вашем городе. Двигаться и нести Евангелие вперед. Это время верить и полностью уповать на то, что Бог принесет большее пробуждение. Моя личная вера в следующем. Это время, когда мы можем верить о национальном изменении Кыргызстана. Это время, когда мы можем взывать Господу о изменении всего народа. И я верю, что если народ Божий будет взывать к Нему в вашей стране и в ваше время сейчас, я верю, что еще при своей жизни вы увидите великие изменения. С тех пор, как я переехал и начал жить в Израиле, и начал служить там также в качестве пастора на горе Кармель, и учитывая, что я приехал оттуда, я хотел бы рассказать вам, поделиться проповедью о горе Кармель. Вы знаете, что гора Кармель в Писании известна как гора, на которой побывал пророк Илья. И он не просто туда пришел, но пришел для того, чтобы противостать лже-пророкам. И из этого противостояния позднее вышло пробуждение. Пробуждение, которое изменило всю страну. Я хочу немножко поделиться с вами этой историей. И моя молитва, я молюсь о том, чтобы Дух Святой нашел способ применить это в ваших жизнях. И чтобы из Слова Божьего каждый из вас принял что-то лично для себя. Во времена пророка Ильи в Израиле также был время кризиса. Время, которое было не слишком благоприятным. Это было время больших перемен. И время больших бедствий и потрясений. И наверняка вы знаете, что к этому времени в Израиле сменилось немало уже нечестивых царей. Они правили страной негодным, нечестивым образом. И экономика страны была на разваленах. Это была страна, которая была дисфункциональна, то есть недееспособна. И это была страна, которая впала, выдала поклонство. И, как я уже сказал, этому предшествовало правление нескольких царей, которые один был хуже другого. И после этого на царствие взошел царь по имени Ахаб. И Писание говорит о нем, что он был царем, который был худшим из всех предшествовавших ему. Он был очень коррумпированным. Он не был человеком честности, целостности. Он был идолопоклонником. И он ввел весь Израиль в самые отвратительные, мерзостные формы идолопоклонства. Этот царь Израиля сделал идолопоклонство в Израиле официальной религией. Он поехал в другую страну и женился там на женщине по имени Езавель. Она была не из Израиля. Она была из того района, где сейчас находится современный Ливан. И она была дочерью священника в культе Ваала. И когда она стала женой царя, она вместе с собой принесла все самые худшие формы идолопоклонства. И это, конечно же, не давало покою Богу. Потому что Бог заключил завет с народом Израиля. И Бог никогда не ждал, чтобы цари Израиля вводили народ Израиля в идолопоклонство. И он послал слово через своего пророка к этому царю Ахаву. Он сказал, что не будет дождя и даже роса не будет выпадать в Израиле. Бог сказал, что я остановлю дождь в вашей стране. Как результат всего того зла и разврата, который распространился по стране. И в то время Израиль был полностью сельскохозяйственным государством. Сегодняшний Израиль — это более индустриальная, более промышленная страна, чем сельскохозяйственная. Но даже сегодня дождь для нас является основным источником питьевой воды. Каждую зиму каждый человек в Израиле хочет, чтобы дождь шел как можно больше. Я сегодня, и постоянно, поскольку мы здесь пребываем, смотрю на горы, которые окружают Бишкек. И я могу сказать вам, что меня в моем сердце заполняет такая, знаете, белая зависть. Потому что даже в июне ваши горы имеют снег. В Израиле мы зависим от того снега и дождя, который выпадает из снега, который остается на горах. Потому что по мере того, как снег тает, то он притекает к нам в реках. И эти все потоки, они объединяются в Иордане, который впадает в Кинер, это Галилейское море. До сегодняшнего дня море Геннисарецкое или Кинерет, оно до сих пор является основным источником питьевой воды всего Израиля. Каждую неделю уровень воды в Кинерете измеряется по сантиметрам. И когда у нас есть год, два или три года, когда дождей выпадает недостаточно, то уровень воды снижается значительно на несколько метров. И сегодня уровень Кинерета находится на четыре или около пяти метров ниже того уровня, который приемлем. В прошлом году государство в два раза увеличило стоимость воды. Я все это говорю для того, чтобы вы представили, насколько худшим это могло бы быть даже тогда, в одни Ильи. Писание говорит, что не выпадал дождь, и даже роса не выпадала на протяжении более чем трех лет. Во времена Ильи, пророка Ильи, это значило, что экономика должна была полностью рухнуть. Потому что посевы умирали на полях. Все животные умирали, потому что нечего пить. И на третий год люди уже начинали умирать от засухи и жажды. И эта засуха, это была суд Божий. И это суд, который был дан через пророчество пророка Ильи. Через три с половиной года, Бог вновь проговорил к пророку Илье. И Он сказал, вернись теперь назад к своему царю Ахаву. И скажи ему, что теперь я принесу дождь этой земле. И молитва всех людей наверняка была в том, чтобы царь Ахав извлек из этого урок. И пророк Илья, в послушании Бога, он пошел к своему царю. И я хочу прочитать вам, что случилось тогда. Давайте обратимся сейчас к Третьей книге Царств, 18 главе. Третья книга Царств, 17 стих, 18 главы. Третья книга Царств, извините, 18 глава, начиная с 17 стиха. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? Когда царь увидел пророка Божия, он сказал ему, ты ли это смущающий Израиля? Ты ли это тот, кто наводит все беды на Израиль? И давайте не забывать, что царь Ахав, он является представителем правительства Израиля от тех времен. И у него есть право править страной. И он, этот царь, говорит этому мужу Божьему, это ты, пророк, который навел все эти беды на Израиль. Сколько из вас могут согласиться с тем, что временами сколько из вас знают, что народ Божий временами должен быть тем, кто вызывает беспокойство в стране? И временами, если правительство считает, что вы являетесь источником бед, это может быть не так уж и плохо. Вполне возможно, что это значит, что вы просто-напросто выполняете свою пророческую роль. Но Илья, он не боялся своего царя. Он не боялся власти царя. Потому что он был человеком, который стоял под властью самого Бога. И у него было Слово Божье, которое несло Божью власть в его сердце. Восемнадцатый стих. И сказал Илья, И сказал Илья, Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. И между ними двумя было принято решение что вся страна примет участие в противостоянии. Пророк сказал, Собери ко мне всего Израиля на гору Кармель. И была избрана для этого именно та гора, где сегодня живем мы. Это место было избрано для противостояния. Они туда собрался, приехал также Ахаб со всем своим правительством. Туда также были собраны все лжепророки, которые поклонялись идолам. Четыреста пятьдесят лжепророков. И еще четыреста других, которые питались от стола Иезавели. И все эти восемьсот пятьдесят были представителями или символом всей этой коррумпированной системы. Были собраны также все лидеры всех колен и поколений. Различные правители из различных провинций. По нашим понятиям, мэры всех городов. Все лидеры всех общин. Наверняка все журналисты, все медиа, все средства массовой информации. Потому что Писание говорит, собери-ка ко мне всего Израиля. Я хочу просто, чтобы вы представили эту картинку. Вот там есть этот пророк Илья, муж Божий. И Бог дал ему личное указание, личную задачу. И он стоит там, имея в своем сердце Слово Божие. И перед ним стоят три главных группы, представляющих его страну. Стоит Ахаб-царь и его правительство. Религиозные лидеры и лжепророки. И лидеры народа и лидеры всех городов. И Писание говорит, что Илья сначала обратился к народу. И причина, по которой он обратился к народу, потому что весь этот конфликт, его целью была забота о благосостоянии народа. Правительство и религиозные лидеры и лжепророки, они должны были бы быть теми, кто служил бы интересам народа. Но вместо этого народ был введен, выдало поклонство. И поэтому Илья сначала обращается к людям. И вот что он говорит. 18 глава 3 царств. 21 стих. И Илья пришла к всем людям и сказала, как долго вы вырабатываете на двумя мнениями? Если Бог Богом, следует Его, но если Ваал, следует Его, но люди ответили Его, не ответили. И пошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. Илья призвал народ принять решение. По сути, то, что Он говорил, Он сказал, народ, у вас есть власть. Вы должны решить, чему быть. Кого вы будете поклоняться? Будете ли вы поклоняться лже-богам? Или Господь будет вашим Богом? Но люди не ответили Ему ни слова. Никто не был готов к тому, чтобы принять решение. Никто не был готов к тому, чтобы сказать Слово в защиту Бога. Давайте посмотрим 22 стих. И сказал Илья народу, я один остался, пророк Господень, а пророка Ваалов их 450 человек. 23 стих. Пусть подадут нам двух тельцов. И пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. 24 стих. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо. И теперь Илья говорит, хорошо, не хотите так? Давайте построим два алтаря, два места жертвоприношения, две молитвы. И проверим, на какой жертвенник сойдет огонь с небес, это тот, который избрал Господь Бог. И все начали понимать, что это не просто религиозная байка. Это было что-то настоящее. Потому что победитель останется жив, а проигравший будет убит. И тогда люди сказали, вау, классно ты придумал. Те же самые люди, которые момент назад, минуту тому назад, не сказали ни одного слова. Теперь они говорят, что это хорошая идея. Я думаю, что это говорит что-то так же о людях Израиля во времена пророка Ильи. Возможно, так же, как и о большинстве современного людей. Они были людьми, которые были очень сильно заинтересованы в развлечениях. Они не были готовы принять решение, основываясь на слове. Но два алтаря, молитва, огонь с небес. Они решили, что, вау, это было бы неплохо посмотреть. И Илья позволил уже пророкам принести свою жертву первым. 25 стих. И сказал Илья пророкам Вааловым, Выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И сказали они у жертвы, и скакали они у жертвенника, который сделали. 27 стих. Полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался, или может занять чем-либо, или в дороге. А может быть, и спит, так он проснется. Я не хочу, конечно же, никого оскорблять или обижать. Но я хочу вам объяснить то, что сказал Илья. In the Hebrew, it is a lot more, I don't know, it's a lot more, we would say, nitty-gritty than in the English. И на оригинальном тексте, на иврите, это более, так знаете, детально описано, чем в переводах. Okay, in the English, it says, maybe your God is busy. И у нас написано, что, возможно, ваш Бог занят чем-то. In the Hebrew, it says, maybe your God has turned aside. И на иврите написано, возможно, ваш Бог просто отвернулся от вас. Which means, maybe your God has to use the toilet. И другими словами, то есть, эта фраза выражается, что, возможно, ваш Бог просто в туалет вышел. In other words, the prophet Elijah goaded these false prophets. Другими словами, пророк Илья, он по-настоящему начал доставать этих лже-пророков. He insulted them. Он, фактически, он оскорблял их. And this was their reaction, verse 28. So they cried aloud, and they cut themselves, as was their custom, with knives and lances, until the blood gushed out on them. And when midday was passed, they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, but there was no voice, no one answered, and no one could... Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого вечера, до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И здесь мы видим очень прекрасное описание того, что является собой лже-религия. И, вы знаете, дух религии, любой религии, по сути, является врагом живого Бога. Я думаю, что дух религии является самым яростным врагом пробуждения. И эти лже-пророки, они очень ясным образом нам показывают, что это такое. Все, что они делали, было сделано на показуху. Все, что они делали, было сделано только, чтобы показать что-то другим. Они молились, они возложили жертву, но все это было лишь внешними делами. Во всем этом не было никакой реальности. Во всем этом не было никакого настоящего посвящения. Поэтому из небес не было никакого ответа. И я могу сказать, что мы, как христиане, мы тоже должны быть очень аккуратны в этом. В особенности это касается тех, кто, как я, как другие, служит Господу в собрании. Мы должны быть очень осторожны в том, чтобы не впасть в дух религии. Потому что если мы впадаем в дух религии, то этот дух является врагом Духа Святого. Иногда я говорю, что религия — это когда мы что-то делаем в то время, как Дух Святой не пришел. И мы, министры, должны быть очень осторожны в этом. Потому что мы знаем, как провести собрание от начала до конца. Мы знаем, как помолиться правильной молитвой. Мы иногда даже знаем, как себя вести, показывая, что как будто бы Дух Святой здесь. Но когда мы начинаем делать это без Духа Святого, это ложное, это пустышка. И тогда с небес не приходит ответ. И это то, что делали же пророки на протяжении всего дня. Они прыгали, скакали вокруг алтаря. Позднее они начали резать себя ножами, копьями, для того, чтобы кровь текла. Они делали такие, знаете, маленькие надрезы на плоти, чтобы кровь пошла. Чтобы люди, которые смотрят на них, подумали, что они готовы даже самих себя в жертву принести. Но все это было не более, чем для шоу, для показухи. И из-за этого Во всем этом не было никакой божественной реальности, и ответ с небес не приходил. И алтари, которые мы строим для Господа, они не строятся для того, чтобы прыгать и скакать только вокруг них. В наше время, как и во времена пророка Ильи, алтарь предназначался для того, чтобы встретиться там с Богом. Если кто-то в Израиле должен был о чем-то решить какой-то вопрос с Господом, он приходил для этого к алтарю Божьему. Если кто-то нуждался в чем-то, что мог обеспечить только лишь Господь, он шел тогда в Дом Божий и приходил, и встречался там у Бога у алтаря. И все знали, что в Божий дом никто с пустыми руками не ходит. Когда человек приходил в Дом Божий, он приносил Богу дар. Он приносил Богу жертву. И Писание очень детально описывает, какое жертвоприношение должно было быть приносимо. Это должно было быть что-то, что живо. Это должно было быть что-то, что являлось бы символом вашей собственной жизни. Что-то, что было бы ценно для вас. Вы знаете, все эти люди, они были людьми той культуры. Поэтому Бог дал им заповедь приносить в жертву либо козла, либо овцу, либо баранов. Если это была богатая, состоятельная семья, они приносили быка. Но в любом случае это было бы большим, серьезным вложением. Потому что Богу приносилось лучшее, что только человек им не было. Если это бедная семья, которая не могла себе позволить даже ягненка принести Богу, тогда они могли принести Богу голубя или малую птицу. Но эта жертва должна была быть живой. Потому что без пролития крови не может быть прощения грехов. И эта жертва приносилась в Дом Божий. И там у жертвенника были специально обученные люди, которые помогали вам. Они принимали у вас эту жертву. Они бы быстро и безболезненно умертвили эту жертву. И кровь этой жертвы излилась бы там. Часть этой крови брызнули бы, окропили бы ею жертвенник. И на алтаре постоянно поддерживался горячий огонь. И священники разделывали бы тогда же дальше жертву. И они возлагали эту жертву на огонь. И этот огонь начинал поедать, пожирать жертву. И огонь и воскурение от этой жертвы возносилось бы к небесам. В другом месте Писание говорит, что дым от жертвы возносился к Господу в приятное благоухание для Него. И что же было такого удовлетворительного для Бога в этой жертве, в этом дыму? Почему Бог наслаждался этим воскурением? Потому ли, чтобы Он радовался этому, потому что Он радовался, что у нас будет шашлык? Вы думаете, что это было потому, что Бог радовался, когда мы делаем барбекю, жарим мясо на огне? Я не думаю так. Так что же тогда во всем этом было такого, что доставляло такое удовлетворение Богу, удовольствие? Я скажу вам, что. Когда жертва начинала сгорать на алтаре, и пепел и дым начинал возноситься в небесам, одна вещь была безусловной. То, что вы принесли Богу, тот ценный дар, который вы Ему принесли, назад с этим даром вы уже вернуться не могли. То, что приносилось Богу в жертву, назад забрать было нельзя. Таков он принцип и суть библейского алтаря. Если человек должен был разобраться в чем-то с Богом, тогда он должен был принести Богу ценный дар, который назад к нему не вернулся. И когда этот дар принимался Богом, тогда сила Божья сходила, и человек встречался с Богом алтаря. И если человек согрешил и принес жертву за грех, то Бог говорил к нему. И Бог говорил, грех, который ты совершил, я стираю его из книги. Я прощаю тебе твой грех. Не только я прощаю, но я предаю этот грех забдению. Теперь ты можешь вернуться домой. И ты возвращаешься оправданным. И теперь живи, как если бы ты никогда не грешил. Это то, что мог сделать только Бог и Бог один. Если человек приходил к Богу, потому что взаимоотношения у него были нехорошие с кем-то, Слово Божие встречалось с человеком у алтаря. Бог говорил ему, я исцелю твою семью. Я восстановлю твои взаимоотношения. Я примирю вас. Моя благодать, сила моя с тобою. Возвращайся с благословением. Если человек приходил к Богу с болезнью. Если человек приходил, потому что у него нет детей. Когда дар человека принимался Богом с алтаря. Тогда Слово Божие встречалось с этим человеком у алтаря. И исцеляющая сила входила в человека. Если у женщин не было детей, она начинала рожать детей. Для этого всего люди ходили в Дом Божий. Для этого там стоял жертвенник. Это было место, в котором люди приносили Богу ценную и безвозвратную жертву. Дары, которые символизировали их собственную жизнь. Дары, которые стоили для них чего-то. Но они приходили туда, для того, чтобы заниматься с Богом делом, решать свои дела с Богом. И там, у алтаря, они получали от Бога то, что только Он один мог дать им. Там они встречались с живым Богом, Богом творящим чудеса. Там любовь Божья встречалась с ними. И они выходили позднее из Дома Божьего. Их даро не было с ними. Но люди, выходя из Дома Божьего, выходили другими, не такими, как они пришли. Такой он библейский пример, библейская модель. Для этого люди строили жертвенники в те дни. И именно поэтому, то, что делали лже-пророки, было так негодно. Потому что жертвы, которая была бы ценной, у них не было. Посвященности у них не было. Жертвы, которая была бы благоугодна Богу, у них не было. А поэтому не было и ответа от Бога. Во всем, что они делали, не было никакой настоящей реальности. Сила Божьей, силы Божьей там тоже не было. И все это образ и картина лже-религии. И я верю, что Господь призывает всех нас, как верующих Нового Завета, учиться различать разницу, отличать разницу между лже-религией, лже-алтарем и алтарем настоящим для Господа. Чтобы быть уверенным, что тот алтарь, который мы строим в своих жизнях, это настоящий алтарь. Чтобы мы знали, что та жертва нашей хвалы, жертва нашей жизни, которую мы приносим Господу, это настоящая жертва. Это живая жертва, которая будет благоугодна Богу. В Новом Завете написано, что предоставьте ваши тела, как жертву, живую и угодную Господу. В этот Дом Божий, в другие Дома Божьи мы не приносим больше овец, коров, тельцов. В Новом Завете мы приносим что-то даже более ценное, чем это. Мы приносим Богу в жертву нашей жизни. Мы приносим Ему в жертву наши надежды. Мы приносим Ему наши мечты. Мы приносим Ему свои амбиции. Мы приносим Ему свои дары. Мы приносим Ему то, что у нас есть. И в Новом Завете мы приносим это все вместе. Все, что представляет для нас ценность. и все это мы должны сложить к ногам нашего Господа. К ногам нашего Господа на кресте. Я хочу вернуться сейчас опять к этой истории Илии. Вы помните, что все, что делали же пророки, они делали это с утра до вечера. От раннего утра до позднего вечера. И ничего в ответ не произошло. И настала очередь пророка Илии. Чтобы Илия теперь принес свою жертву. Давайте продолжим смотреть 30 стих 18 главы. Вы помните, что уже настал вечер. Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Илья вновь обратился к народу. К тому народу, который утром не был готов принять какое-то решение. К тому народу, который остался, многие из них, пожалуй, остались только для того, чтобы посмотреть, чем же это шоу закончится. Теперь, к концу дня, пророк обращается к народу с большим состраданием в его сердце. И он говорит, люди, подойдите ко мне. Когда я читаю эти слова Илии, это напоминает мне слова Иисуса. Когда Иисус сказал, придите ко мне. Все вы, опримененные, отягченные заботами, придите ко мне. Илия также обратился к народу с состраданием в своем сердце и сказал, придите ко мне. И люди собрались вокруг пророка. И дальше написано, что он восстановил жертвенник Господень, который был разрушен. И в Израиле раньше были алтари, которые предназначались для Господа. А потом пришла все это, и дала поклонство, и алтари были в запустении, в разрухе. И написано, что Илия восстановил алтарь, который некогда был для Господа. И я верю, что для всех нас, тех, кто находится в Доме Божьем, кто служит Господу, это, пожалуй, одно из самых важных вещей, которые мы можем сделать в своих жизнях. Мы должны в сердцах наших построить жертвенник Господу. В своей церкви мы должны строить жертвенник Господу. Когда мы славили Господа сейчас, перед началом собрания, сила Божья касалась меня так сильно. И я видел, как группа поклонения, танцоры, они вместе созидали жертвенник Божий. Они отлагали сторону время, уделяли свое время, отдавали свои таланты, для того, чтобы жертвенник Божий был созидаем. И я видел, как эти молодые люди, они отдавали свои таланты и способности не нам, но своими талантами не строили жертвенник Господу. Я не знаю, как вы, но мое сердце было очень растрогано, потому что Дух Святой был здесь. Где бы мы ни находились, восстанавливая жертвенник Божий, где бы мы ни приносили ценную, безвозвратную жертву Господу, сила Божья начинает приходить туда. Бог знает, когда это настоящее. Бога не проведешь, Он знает, когда жертва настоящая и ценная. Бог знает в точности, чего это нам стоит. И когда это воскурение возносится к Нему, воскурение нашей хвалы, нашего поклонения, нашей посвященности Господу, тогда сердце Божье удовлетворено. Он начинает высвобождать силу Духа Святого. Это то, что делал пророк Илья на горе Кармели. Он восстанавливал жертвенник Божий. И я верю, что вы являетесь тем поколением, которое должно построить духовный жертвенник для Господа в этом городе. Посмотрите на свой город и скажите ему, Господь, мы хотим строить Тебе здесь жертвенник хвалы. Возможно, вначале нас будет не так много, но когда Господу начнут приноситься настоящие безвозвратные жертвы, сила Божья начнет приходить. Возможно, вначале медленно, но люди начнут учиться. Познавать, что там, в этом месте, мы можем иметь общение с Богом, мы можем решать свои вопросы с Богом. Тогда больные придут. Тогда одинокие придут. Тогда люди, сокрушенные грехом, придут. И вы будете теми, кто будет служить ими помогать. Потому что вы знаете, что вы призваны как священники. Вы будете теми людьми, которые научат их приносить жертву хвалы Господу. Как проклоняться Богу. Когда они будут приносить свои жертвы к жертвеннику Господа. Тогда огонь Божий начнет забирать их жертвы, пожирать их жертвы. Тогда начнут происходить чудеса. Тогда еще одно чудо произойдет здесь. Скоро уже будет два-три чудо здесь, четыре-пять в другом месте. И через какое-то время большой огонь Божий начнет разгораться. Потому что сила Божья сходит на вас. Послушайте, пробуждение — это не какая-то мистерия, это не какое-то таинство какое-то. Пробуждение — это не какое-то чудо, которое само собой вдруг пришло и случилось. Я забегаю вперед в истории Ильи. Но когда сошел огонь Божий, этот огонь Божий не упал случайно где-то там, или случайно ошибся местом, и там упал. Когда огонь Божий сошел, он сошел на приготовленный для него алтарь. И огонь Божий приходит не просто так, чтобы показать себя, но для того, чтобы принять жертву. Во времена Ильи пробуждение не было какой-то тайной. Для этого потребовалось, чтобы встал муж Божий, построил алтарь, и принес жертву. Все остальное сделал Господь. И я верю, Бог силен и хочет делать то же самое для вас. Новый Завет в Послании Ягова говорит, что Илья ничем не отличался от обычных людей. Каждый из нас может принять то же самое помазание. Писание говорит, Новый Завет говорит, что Он был человеком с теми же страданиями, как и мы. Но Он знал Своего Бога. И Он знал, что нужно сделать для того, чтобы сердце Божье было удовлетворено. Поэтому Он восстановил жертвенник Божий и принес на нем жертву. Посмотрите 31 стих. И взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал, Так, Израиль будет имя Твое. И построил из этих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две сады зерен. И положил на дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал, Наполните четыре ветра, и выливайте на дрова. И выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова, а потом сказал, Повторите. И они повторили. И сказал, Сделайте тоже в третий раз, и сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. И вы помните, все это происходило за столетия, за сотни лет до того, как пришел Иисус. Но тот алтарь, который построил Илья, та жертва, которую он приготовил, это картина, образ для нас. Это пророческая картина другого алтаря, который будет построен самим Господом. Они взяли камни, они взяли дерево для огня, кровь жертвы там лилась, вода, которая была возливаема. Для меня это все картина креста, который еще впереди. Когда Господь Сам создаст жертвенник на кресте. Когда Господь Сам покажет нам, что значит настоящее жертвоприношение. Когда Сам Господь принес в жертву своего ценного единородного Сына. Это величайший алтарь, не так ли? Это тот алтарь, приходя к которому мы мы живы. Мы обретаем спасение. Это тот алтарь, который мы продолжаем созидать и сегодня. Во времена Ильи, Илья взял 12 камней из поля, каждый из которых являлся символом одного из колен и все вместе всего народа. и Он построил жертвенник из этих камней. Друзья, я еще раз хочу сказать, мы должны научиться строить жертвенник Господу. И это строительство начинается с того, что мы уделяем место в своей собственной жизни для Господа. Каждый верующий должен иметь этот алтарь в своем сердце. Должно быть в жизни каждого человека, каждого верующего, место и время, когда он один на один приходит к Господу. Проводить время с Господом каждое утро, это просто прекрасно. Когда вы приходите в место общения с Богом, когда вы приходите к алтарю, который, по сути, в вашем сердце, и там, каждый день, у этого алтаря, вы разбираетесь с Богом. Возможно, это состоит из того, что вы, приходя к Нему, спрашиваете каждый день, Господь, сегодня, что такого угодного я могу тебе сделать? Сегодня, что я могу дать тебе, что принесет удовлетворение твоему сердцу? Какая жертва в моей жизни будет угодна тебе? Какая жертва принесет радость тебе, Господь? Потому что мы знаем, что если мы доставили Господу радость, то радость Господа становится нашей силой. Если мы начинаем свой день с проведения времени у алтаря, если мы учимся тому, чтобы каждый день приносить благоугодную жертву Господу, тогда я могу гарантировать вам, что Божья сила будет сопровождать вас на протяжении дня. Тогда вы начнете понимать реально, что значит, что милость Божья обновляется к нам каждое утро. Тогда каждый день мы сможем начинать чистыми, омытыми, полными Его силы. Большую часть времени в этом отрывке Илья уделил тому, чтобы восстановить жертвенник. После этого пришло время для него помолиться. Давайте прочитаем эту молитву в 36 стихе. И это пришло время, в момент времени отчаяния отчаяния и отчаяния, когда Илья, и Пророк, и сказал, «Лорд, Господь Ибрахам, Исаак и Исраил, пусть это знало, что на сегодняшний день Ты – Бог в Исраиле, я – Твой учитель, и я делал все эти вещи на Твоих словах». Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья Пророк и сказал, «Господи, Божий Авраам, Исааков и Израилев, да познают в этот день, что Ты – один Бог в Исраиле и что я раб и сделал все по Слову Твоему». «Услышь меня, Господи, услышь меня!» Да познает народ этот, что Ты – Господи Бог и Ты обратишь сердце их к Тебе. Как верующие, есть времена в нашей жизни, когда требуется молитва на протяжении нескольких часов. Временами мы собираемся вместе для того, чтобы славить Господа весь день и всю ночь. Это прекрасно проводить много времени в присутствии Божьем в молитве. Но когда мы приносим жертву Господу, и Вы приносите ее для того, чтобы угодить Господу, потому что Вы хотите разобраться с Ним в каком-то вопросе, то в таких случаях ваши молитвы не обязательно должны быть многочасовые. Мы сейчас с Вами только прочитали всю молитву Ильи. И это заняло меньше, пожалуй, чем 20 секунд. The false prophets had prayed and done their religious thing all day. And nothing happened. И ничего не произошло. Но Илья там для того, чтобы встретиться с Богом. Он помолился одной молитвой. И вот что произошло. 39, 38 стих. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust. It licked up the water that was in the trench. Now when all the people saw it, they fell on their faces and they said, The Lord, He is God. The Lord, He is God. Увидев это, весь Пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. He prayed a short, simple prayer. Илья помолился простой, краткой молитвой. But before that, he had spent the time building the altar of God. He had spent the time making the sacrifice that was acceptable. And so when he prayed that simple, direct prayer to God, and so when he prayed that simple, direct prayer to God, then the fire fell from heaven. And what a fire it was. And what a fire it was. It didn't just burn the sacrifice. It didn't just burn the sacrifice. It says it burned the wood and it burned the stone. It says it burned the wood and it burned the stone. What kind of a fire is going to burn the stone? And it evaporated the water like that. And when all the people saw it, they fell on their faces. And they said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. And they said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. This was more than just a crowd of people. And it was not just a crowd of people. Remember, this was the governors from all the provinces. And you remember, this was the governors of all the cities and the towns. This was all the community leaders. The journalists, the media was all there. And they saw the fire. They fell on their faces. And that's a picture of revival. That's the kind of revival you want in your nation. It's not just a revival that takes place in the church building. It's not a revival that takes place throughout the nation. It's a revival that takes place throughout the nation. And Ahab and his government were there. All of the religious leaders were there. All of the religious leaders were there. And all of the leaders of the people. They said, gather all Israel. In the beginning, you remember, it was said, let's all Israel come to Mount Carmel. And friends, it was national revival. And you know, we read from the Bible, that it lasted in Israel for more than a generation. That one altar, that one prayer, and the fire that fell from heaven, it turned an entire nation back to God. It turned an entire nation back to God. Elijah raised up disciples. They established schools of the prophets all over Israel. По всему Израилю в результате этого пробуждения были утверждены основаны школы пророков. Они были теми, кто спас свое поколение. Такова она история. История, которую, я верю, Господь хочет вложить в наши сердца. Потому что мы с вами, вы живете во время, которое во многом похоже на это. Время кризиса и бедствий в вашей стране. Время идолопоклонства, распространившегося по всей стране. Время, в которой Господь, несмотря на все, поднимает народ пророчества. Сейчас это время построить алтарь для Господа здесь. Сейчас это время построить Господу огромный алтарь. Сейчас время для религии прошло. Сейчас время заниматься серьезными вещами с Богом. Приносить Ему ценную, невозвратную жертву. Каждый из нас имеет что-то ценное в своей жизни. Вопрос лишь в том, готовы ли мы пожертвовать все для Господа? Сколько много огня хочет каждый из вас? Как сильно вы хотите, чтобы Бог пришел и изменил наши жизни? Насколько страстно вы жаждете изменений в своей семье? Насколько сильно вы хотите, чтобы присутствие Божье заполонило вашу церковь? Это вопрос. Потому что у нас для всех есть что принести в жертву для этого. Все, что нам нужно, это лишь строить алтарь Божий. Приходить к Нему в реальности и в истине. Господь, Он ищет всегда тех, кто будет поклоняться Ему в Духе и в истине. И когда воскурение от жертвы восходит к Нему, тогда Его сердце наполняется удовлетворением. Тогда Господь начинает изливать огонь с небес. Я желаю, чтобы этот огонь пал на алтари наших сердец. Я желаю, чтобы этот огонь сходил на алтари в наших домах. Да будет этот огонь возрастать и разгораться в наших церквях. И я желаю, чтобы вы выносили этот огонь из церквей, выносили его в свой город. Мы должны молиться о том, чтобы лидеры всех церквей вашего города созидали этот жертвенник в единстве. Принося Господу в жертву, возможно, частицу своего служения, времени. Молясь и прося Господу, чтобы в ответ Он послал огонь на весь город. Я верю, что тот пример, который мы видели, Господь дал нам. Потому что позднее, во времена Иисуса, вы помните, Иисус зашел на гору преображения, где Он преобразился и сиял светом. В то время два человека явились Ему. Два великих пророка явились. И эти два пророка говорили к Нему о той жертве, которую Иисус должен был принести веру в Савиме. Жертве, в которой Он отдал бы свою жизнь для спасения всего мира. Новый Завет называет нам этих двух пророков. Кто это был? Один из них был Моисей, тот, через которого пришла Тора, закон. Второй был этот пророк Илья. Илья, человек, который восстановил жертвенник Божий. И я верю, что и эта история, и пророка, и то, что произошло с Ильей, должно говорить к нам сегодня. Пока я молился, я в сердце, пока я учил вас, я в сердце своем молился, чтобы Дух Святой говорил к вам. И я могу сказать, что то, что Дух Святой вкладывает в ваши сердца намного важнее даже тех слов, которые я вам говорил. Потому что Он в точности знает каждого из вас. Он знает в точности, что вы сделали в своей жизни. Он знает, куда вы направляетесь, к чему стремитесь. Он знает, в чем вы нуждаетесь. Он знает, что Он хочет от ваших жизней. И я верю, что у многих из вас, пока говорил я, в своем сердце. Вы слышали также и голос Духа Святого в своем сердце. И сейчас я хочу предложить Господу время нашей хвалы и молитвы. И я прошу Господа, чтобы Он говорил к вам сейчас о том, что вы должны сделать, о том, что вы должны сделать для того, чтобы восстановить жертвенник Божий здесь, в этой стране. где тот алтар, где Он находится, чтобы вы Ему построили? Где и в чем состоит та жертва, которую Дух Святой ложит вам на сердце, чтобы принести Ему? Я хочу послужить лишь ободрением вам, что нет ничего, чтобы было бы таким дорогим, чтобы мы удержали это от Бога. Не пытайтесь удерживать что-то. Я хочу ободрить вас. Сегодня, сейчас мы можем принести Богу такую жертву, которая была бы Ему благоугодна. У нас есть власть, данная Богом, и сила для того, чтобы доставить Ему удовлетворение. Если каждый из нас принесет Господу что-то, что ценное, что-то, что для нас представляет ценность, и я верю, что Бог сейчас призывает некоторых из вас служить Ему, не оглядываясь назад. Возможно, это потребует принятия трудных решений. Возможно, даже в какой-то ситуации отложить работу. Возможно, переехать в другое место. Удалиться от людей, которых вы любите даже. Но если это то, что Дух Святой ложит вам на сердце, то вы слышите Его голос в вашем сердце. Но это должно быть жертвой послушания Богу. И это та жертва, которую вы можете принести Ему сегодня. жертва, которая будет угодна Богу. Возможно, жертва для Господа, которую мы можем принести, это отложить в сторону свою боль. Возможно, кто-то вас обидел. Возможно, кто-то вас даже предал. И эта боль, она в вашем сердце. Возможно, эта боль сопровождается даже какой-то мерой злости. Возможно, если мы отложим в сторону эту боль и простим, это будет благоугодная жертва. Но возможно, это как раз и будет той жертвой, которая угодна Господу более другому. И у Него в ответ на это есть благословение, ожидающее вас, когда мы приносим Ему жертву. Возможно, что-то мы сказали или сделали, что обидело или ранило другого человека. И вы знаете, что это так. Но сейчас пойти и просто попросить прощения, смирить себя перед этим человеком, это тоже может быть жертвой для Бога. Это будет непросто сделать, возможно. Но возможно, это и есть та жертва, которая будет благоугодна для Господа сейчас. И если мы принесем это к алтарю Божьему, принесем так, чтобы назад это с нами не увернулось, тогда Он даст нам силу, тогда Он поднимет вас, тогда Он даст вам помазание. Возможно, в вашей жизни есть необходимость для того, чтобы твердо стать на позициях праведности. there's a position that you need to take or a statement you need to make. Но для того, чтобы сделать это и заявить Господь будет очень costless. Возможно, это будет чем-то ценным для вас. Сейчас Господь говорит к вам и спрашивает, принесете ли вы эту жертву мило? И если сделаете это, то Я дам вам смелость. Я дам вам ясность на вашем пути. Я дам вам мудрость. Тогда мое водительство будет с вами. Тогда Я дам вам победу. Я могу продолжать и продолжать говорить, что может быть жертвой для Господа, но я верю, вы слышите в своем сердце голос Духа. Так давайте же сейчас здесь верою созидать алтарь Божий. Давайте сейчас на этот алтарь, который мы будем строить в этом зале, возлагать жертву. И сегодня утром тот, кто хочет прийти к Господу и принести Ему жертву свою, мы будем молиться с Ним, возлагая самое угодное для Господа на алтарь Божий. Моляясь о том, чтобы огонь Божий пришел и поел это, забрал это, чтобы выйти отсюда, мы вышли свободными, исцеленными, примиренными, оснащенными силой Божьей, помазанными, благословенными, готовыми столкнуться со всеми предстоящими на этой неделе трудностями. Давайте склоним голову в молитве. Господь, я благодарю Тебя за то, что в этом зале сейчас здесь Ты созидаешь алтарь. Господь, это наша радость, мы хотим принести Тебе жертву, что-то, что ценно для нас, что-то, что для нас будет ценно, но что-то, что Дух Святой нам говорит, будет принято Тобой. Господь, это доставляет нам радость, если мы доставляем радость Тебе. Да будет сегодня наша жертва благоугодна пред Тобою. Да будет наша жертва тем, что доставляет радость Тебе, что побуждает твое сердце лиховать, что побуждает тебя высвобождать нашу жизнь силу Духа Святого. Высвобождает на нас огонь Божий. Сегодня утром, Господь, мы приносим тебе жертву. Сейчас, друзья мои, по вере, просто приносите эту жертву Господу. Сейчас, верою, веря, говорите Господу в своей молитве, что вы Ему приносите. Что вы Ему даете сегодня. И давайте примем решение, что возложив эту жертву на алтарь, мы не заберем ее оттуда потом. Но чтобы возложив эту жертву на алтарь, мы отдали ее безвозвратно. Давайте заниматься серьезным делом с Богом. Давайте отдадим это Ему. Господь, мы приходим пред Тобою и мы приносим тебе жертву. Каждый из нас свою жертву. Каждый из нас свой уникальный дар Богу. Каждый из нас он ценен пред Тобою. Но, Господь, Ты знаешь ценность каждого дара. Сейчас, Господь, когда Ты принимаешь наши дары, когда Ты принимаешь наши пожертвования Тебе, я прошу Тебя, начни изливать силу Своего Духа. Господь, начни высвобождать свой огонь. Господь, приди, прими нашу жертву. Прими то, что мы даем Тебе. Господь, да будет наша жертва возложена на алтарь огня. Господь, мы молим Тебя, чтобы воскурение от этой жертвы возносилось к Тебе, как благоухание. Да будет наша жертва благоуханной пред Тобою. Доставляя удовлетворение Твоему сердцу. Потому что я знаю, Господь, сегодня и в ближайшие дни Ты будешь изливать свой огонь на алтаре. И этот огонь будет гореть свежим на нашем алтаре. Господь, я прошу, чтобы все наши семьи Ты обращал к Тебе. Господь, мы приносим в молитве наших мужей и жен. Господь, мы приносим в молитве наших детей, наших родителей, наших неспасенных родственников приносим к Тебе. Наших близких друзей, мы приносим их к Тебе, Господь. да сойдет огонь Духа Святого на них. Мы приносим Тебе то, что ценно для нас. Некоторые из нас должны додать Тебе свою карьеру положить на алтаре. Наши амбиции, надежды, которые у нас есть, наши мечты, возможно, то, чего мы жаждем в глубине своего сердца. Господь, мы все это воздаем Тебе в дар. Потому что то, чего мы хотим более всего, это огня Духа Святого. Огонь Духа Святого намного более важен, чем мечты, которые мы сами себе построили. Огонь Духа Святого намного более ценен, чем самое ценное, что есть в нашей жизни. Мы жаждем иметь луча, огонь Духа Святого, чем что бы то ни было. О, Отец Бог, я прошу благословить детей Твоих. Я провозглашаю на Твоих детей благословение. Я прошу Тебя, Господь, чтобы, выходя отсюда, они выходили другими. Господь, я молю о том, чтобы сегодня они разобрались с Тобой в том, что важно. И чтобы Ты начал двигаться сильно в их жизни. держи Твои обещания для Ни. Потому что Ты Бог, Который неизменно верный Бог. Я хочу сейчас обратиться к тем, кто знает в своем сердце, что сейчас он разобрался в чем-то с Богом. Те из вас, кто знает, что сейчас между вами и Богом произошел обмен, вы отдали Ему жертву, Он отвечает вам. Я хочу попросить вас встать. И давайте сейчас запечатлим действия Божия в ваших жизнях. Пожалуйста, если вы не чувствуете, не уверены в том, что с Богом у вас произошел обмен, вы не обязаны вставать. Не вставайте, только потому, что так принято. Это не религиозный акт. Это то, что происходит между вами и Богом. Это должно быть реальным. Это то, что вы собираетесь дать Ему. Это то, что вы уже отдали Ему. Это должно быть связано с тем, что Бог реально делает в вашей жизни. То, что Он делает в жизни вашей, Он не будет делать, возможно, в жизни никого другого. Это что-то уникальное для вас. Когда Бог начинает делать что-то с нами, со всеми вместе, тогда этот огонь он великий. Господь, сегодня утром я молю о том, чтобы свое слово, свое действие ты запечатлел в сердцах твоего народа. Господь, чтобы та жертва, которую они принесли тебе, была принята тобой безвозвратно. И чтобы по твоей совершенной воле для каждого из твоих детей, я молю, что бы каждый был под заветом твоей крови. Господь, ты высвободил на них силу Духа Своего Святого простить, исцелить, восстановить, дать силу, вести и направлять, защищать, и благословлять. Господь, я молю, что каждый был под заветом твоей крови. продолжал твердо стоять во взаимоотношениях с завета с тобой. Господь, мы становимся на обетование Божие, которое никогда не подведет нас. То, что Господь обещал вам, Он никогда не нарушит свое слово. Поэтому во имя Его мы запечатлеваем это в сердцах наших. Господь, и я знаю, что Твое благословение будет только лишь расти в жизнях через их семьи, в этой церкви, и будет растекаться в этот город и в весь народ. Потому что сюда ты пришел, Господь, чтобы принести изменения. Ты пришел сюда в это время бед. Господь, ты пришел для того, чтобы встретиться с нами посреди кризиса. Потому что ты пришел для того, чтобы принести изменения. И я хочу сказать во имя Господа, в этом городе будет построен алтарь для Господа. И огонь Божий сойдет в этом городе. Многие придут в Царствие Божие. Многие из вас, стоящих сейчас здесь, будут призваны служить Господу священникам. Вы будете теми, кто будет помогать своим ближним, соседям, родственникам и людям в этом городе. Вы будете служить им. Вы будете теми, кто научит их приносить дары Господу. И я лично верю, что вы увидите, как огонь Божий сходит в этом городе. В вашей жизни, в ближайшие годы, вы увидите изменения. Большое, огромное, невероятное изменение, которое произойдет по всей стране. Но это изменение начинается здесь. начинается с того, что мы восстанавливаем жертвенник Господу в своей жизни. Пожалуйста, следите за тем, чтобы огонь Божий горел в ваших сердцах каждый день. Каждый день разжигайте этот огонь, принося ему ежедневные жертвы свои. И вместе, как церковь, вместе ваш алтарь будет еще больше. У меня сердце переполнено радостью, потому что я знаю, что Бог неизменно благословит вас. Давайте просто отдадим ему жертву нашей хвалы сейчас. Давайте просто поблагодарим его. Халлилуйя, Господь. Мы благодарим тебя, мой Бог. Спасибо тебе, Господь. Слава Богу. Приносите ему в жертву свою хвалу и благодарность. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Отец. Халлилуйя. 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 Праздничай, Господь. Халлилуйя, пастор. Я думаю, это чудесное, прекрасное слово, которое Бог сегодня послал для нашего ободрения, вдохновения. И желание, Господь, чтобы прежде всего, если мы хотим увидеть перемены, нам очень важно восстановить алтарь в своей жизни. Алтарь в своем сердце. Чтобы вся наша жизнь, она была положена на этот алтарь для служения Бога живому. Потому что без жертвы не придет победа. Мы не увидим благословения. Как важно, чтобы сегодня каждый из нас, он увидел, что мы можем сделать для Господа на этой земле, на этом месте. Потому что Бог избрал нас именно в это время для того, чтобы мы являли Его свет и были солью для этой земли. А для этого необходимо восстановить алтарь. Для того, чтобы Бог славы, Бог любви, Бог чудес и знамений, Бог прийти на эту землю и исцелить ее. Я бы хотел вместе с вами сейчас поднять руки к Господу, чтобы помолиться за нашу землю, за наши сердца. Чтобы Господь открыл и показал, что нам необходимо делать и совершать на своем месте, где бы мы ни находились. чтобы Царь славы пришел и явил свою славу, свои чудеса и знамения. Отец, мы так благодарны Тебе, что Ты сегодня посылаешь это слово для нашего вводрения, вдохновения. Ты посылаешь это слово, Господь, через своего помазанника. И Ты желаешь, Господь, являть свои чудеса и знамения в нашей жизни, на нашей земле. Господь, спасибо Тебе, что Ты не прошел мимо нас, но Ты открываешь для нас свое слово истины. Ты обогащаешь нас своими откровениями, которые помогают нам еще больше положить себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения Тебе на этой земле. И, Отец, слава, тетца Теби, Ты каждого из нас избрал для славы Своей, для принесения добрых плодов. И, Отец, вот они мы, здесь, на этом месте. И мы просим Тебя, Отец, открой каждому из нас еще больше свое предназначение, избрание, призвание, чтобы здесь, на этой земле, Господь, через Свои дела добрые мы могли являть Твой свет, являть Твою славу. Ибо Ты пришел исцелить эту землю. И Ты избрал нас для этого исцеления, для этого освобождения, для этого времени, Господь, чтобы здесь, на этой земле являть Свои чудеса и знамения через Свой народ. И, Отец, мы просим Тебя, открывай наши духовные очи, духовные уши, чтобы мы видели, слышали, что Ты, Духом Своим, желаешь совершать здесь, на этой земле, чтобы эта земля, этот народ, они познали Твою славу, они познали Тебя, как Господа и Спасителя. Но для этого Ты говоришь, что нам необходимо восстановить этот жертвенник в своей жизни, в своем сердце, посвятить свою жизнь для Тебя, для служения Богу Живому. И, Отец, слава, Тет, Себе, я прошу Тебя, сокруши, сокруши в наших сердцах все, что не Тобой насажено, все, что, Господь, не от Духа Святого, всякое семя, всякий горький корень, да будет удален по имя Иисуса, да восядет на наших сердцах царь славы. Господь, мы позволяем Тебе сегодня совершать свой труд в нашей жизни. И Ты сам сказал, что Ты будешь совершать его даже до пришествия Суда Христа. И мы просим Тебя, Отец, через Твое Слово, через посвящение нашей жизни, помоги нам еще больше прославить Тебя по имя Иисуса. Мы доверяем Тебе, Господь, все, что сегодня есть у нас. И Ты видел наши сердца. Ты знаешь, Господь, все, что мы положили на алтарь для Тебя, чтобы это нас, Господь, не беспокоило, но чтобы каждый из нас, Он мог, Господь, еще больше прославить Тебя в этой жизни по имя Иисуса. И я прошу Тебя, Отец, благослови Свой народ, благослови каждого из нас, на исполнение Твоей воли, благою, годной, совершенной, чтобы мы, как Твои священники, исполнили здесь, на этой земле, Твое предназначение, которое Ты дал нам, чтобы, как Илья, Господь, мы совершили этот труд во славу Твою. И пришло это пробуждение в наш город, в нашу землю по имя Иисуса. И весь народ сказал Аминь. Воздадим Богу славу. Аллилуйя. 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 Продолжение следует...